Здравствуйте! В эфире актуальная тема. Лето, время каникул. Но что делать, если ребенок получил травму, а ответственные лица пытаются уйти от ответственности? Такой случай произошел с одной из лондонских семей. И чем закончилась эта история, нам сегодня расскажет юрист и правозащитник Виталий Ханихоев. Виталий, давайте напомним телезрителям эту историю. Что случилось с ребенком, что было? Здравствуйте! Ну, вообще, происшедшее, это, конечно, на мой взгляд, даже, в общем-то, не злой умысел. Я думаю, что не все помнят. Можно коротко объяснить. То есть, вот 11 февраля на секции дзюдо произошел инцидент, конфликт между воспитанниками, скажем так, и двое из вот этих воспитанников, они со спины на лежачего ребенка набросились и стали его пинать и даже прыгать на нем. В результате этого, как в дальнейшем выяснилось, врачи установили компрессионный перелом позвоночника двух смежных позвонков. А когда смежные позвонки, это тяжелая, тяжкая травма. То есть, какие последствия? Утрата не менее, чем на одну треть трудоспособности в дальнейшем, в принципе, всю жизнь. Почему родители пошли в суд? Почему не урегулировали это все как-то миром? В самом начале, конечно, вот мама, она одна воспитывает ребенка, она, конечно, хотела все урегулировать миром. И просто позвонила тренеру, сказала, тренер собрал родителей как-то, там подошел начальник вот этого дома спорта, культуры, Алзоев его зовут фамилия, и пытались каким-то образом найти общий язык. То есть, маме не нужен был скандал? Маме нужен был просто здоровый ребенок. Конечно, конечно. То есть, речь идет о том, что вот в результате происшествия понадобились медицинские какие-то препараты, определенные, вот, допустим, матрас ортопедический, корсет, процедуры вот эти все, там он два месяца на вытяжке лежал вот на этой, понимаете? То есть, и у нас медицина, она как бы не совсем бесплатная. И поэтому вот это все надо было покупать. То есть, мама просто хотела компенсацию. Хотя бы вот на это, да, хотя бы вот на это, вот хотя бы матрас, то там 14 тысяч, там еще что-то, там корсет, там, не знаю, две с половиной, три тысячи и так далее. Потому что она одна воспитывает ребенка, вы можете себе представить, это трудно довольно-таки финансово. Вот, и несмотря на то, что она подошла так спокойно, сперва сказали да, конечно. Сказали родители или вот организаторы? Родители сказали, да, родители сказали, да, конечно, мы там будем помогать и так далее, и так далее. Вот, но тем не менее, потом начали теряться куда-то, да. То есть, вот когда уже была названа конкретная сумма, они говорят, ну, мы оплатим по факту, когда уже мы купим, когда купим сперва. Хорошо, сперва купили, подошли уже все, ну, контакта нету никакого совершенно. И предлагала все-таки родители, а организация ничего не предлагала. После того, как, ну, стали происходить какие-то нехорошие вещи, то есть, вплоть до того, что вот этот Алзоев вместе с тренером ходили в школу вот этого мальчика. Зачем? Вот, выяснять персональные данные. А он, он правда на уроке жаловался на боль, а какой у него характер, ну, вот такие вот вещи. И что самое удивительное, у нас директор и завуч, они вот немножко не сообразили, они вот всю информацию выдали. По сторонним людям, по сторонним людям, третьим лицам. Потом они уже сообразили, позвонили маме, мама пришла, говорит, ну, что это такое? Вот, соответственно, мы тоже, я думаю, по этому факту мы еще обратимся в прокуратуру. Вот. И, соответственно, железная дорога тоже. То есть, сперва же пыталась урегулировать вопрос, даже Вежевич подходил, то есть, уполномоченный по правам ребенка у нас, Алексей Самбуич активно включил, сказал, ну, надо разобраться. К сожалению, осталось это, ну, из разряда привлекли Вежевич, все. И в кабинете у уполномоченного по правам ребенка нам РЖД заявляет прямо, а мы, говорит, будем с вами судиться, все. То есть, мы вины свои не признаем, мы ни при чем, разбирайтесь сами со своими ребятами. Да. А позиция была занята следующая. Вот это произошло не во время тренировки, а до тренировки. Если это произошло до тренировки, мы за вас не отвечаем. А они правы? Я говорю, нет, ну, послушайте, вот я ребенка отвел на тренировку. Секцию. У них в правилах написано, что вправе до раздевалки провожать только родителей детей, которые младше 7 лет, ему 10 лет. Мы даже не вправе его до раздевалки провожать. Ну, хорошо, а кто вот за этот вакуум отвечает? Вот он вошел, например, в раздевалку, и до, например, тренировки кто отвечает? Ну, я считаю, что все-таки организация. И прокуратура так посчитала, но у нас РЖД, естественно, считает, что вот еще они говорят, у нас в 20-15 заканчивается ответственность. Вот вы приехали, не приехали, нам без разницы. Мы, видимо, детей лопатой на улицу выкидываем и так далее, но это же не так. Замечательный подход. Да, то есть это просто бред какой-то. Соответственно, еще один был момент, когда они доказывали, что у нас, говорит, не образовательное учреждение. У нас досуговый центр, говорят они. А досуговый центр, вот сейчас случай с батутом был, у них меньшая степень ответственности, чем у образовательных учреждений. То есть вы в школу зашли, вот он порог, с этого момента школа отвечает. А досуговые центры, они же подписывают, вы сами отвечаете за какие-то аттракционы и так далее. То есть здесь нарушение техники безопасности идет, вроде как мы отвечаем, а в иных случаях нет. И в данном-то случае что есть? Отсутствие контроля со стороны инструктора, взрослого человека. Правильно? Вот конфликт происходит, инструктора нет. Интересный момент, мы на суде спрашиваем, вот у инструктора, у тренера, она заслуженный тренер, вот он сам бодзюдо и так далее. Мы говорим, хорошо, ладно, вот вы, долг произошло до тренировки. Вы об этом не знали. Она говорит, ну нет, не знала. Ну, конечно, это немножко не так, но неважно. Хорошо, вы не знали. Вот человеку вот прыгали на спине, били его. Мама одного из детей разняла их, вывела ему лицо, ему помыла, да. Вот, после этого якобы пришел тренер, увидел, и до конца тренировки я говорю, вы не видели ничего? Нет, говорит. То есть ребенок продолжал заниматься? Да, она говорит, ребенок, по нему, говорит, не видно совершенно ничего было. Я говорю, как так? Ребенок плакал, неужели не видно по лицу? То есть это говорит опять об уровне подхода, что за тренер такой, который не видит, что только что конфликт был. Но опять, я считаю, это вот люди придумывают, чтобы на суде ответственность нести всего лишь. То есть судебный процесс не был гладким и легким? А, безусловно. Это было как-то интересно, кстати, по вашей реакции, да? Это да. Бились. Прямо, да. То есть, когда говорят, ребята, слушайте, ну дзюдо люди занимаются, это не досуг. Это тренировочный процесс, это обучение чему-то новому, правильно? Не-не-не, мы досуг представляем. Ну? То есть, а как с вами разговаривать, если вот так? Более того, 11 числа произошло происшествие. Мама вечером его забирает, он говорит, болит спина. Он, естественно, ночью он спит как-то, утром мама работает, с утра улетает на работу, бабушка его собирает, звонит маме, говорит, у него спина болит. Мама говорит, ну он же там мужик, пусть терпит. Бабушка берет сама, он не может нести, приводит его в школу, после третьего урока звонит преподаватель, говорит, ну заберите. У него спина болит невозможно. Его забирает, он лежит дома с обезболивающими. Мама опять-таки поздно вечером после работы видит это дело, говорит, ну завтра мы пойдем к врачу. То есть, 11-го он получил вечером травму, 13-го в 3 часа они у врача. Нам что говорят? Слушайте, ну а что это вы через 3 дня обратились к врачу? Ведь вы, наверное, сами где-то в другом месте получили травму, говорит нам РЖД. Я говорю, ну слушайте, а где вы 3 дня видите? Ну, говорят, ну как, 11-е, 12-е, 13-е. А у них в протоколе написано вообще 4 дня. Железная логика. Да. Я слушайте, ну говорю, смотрите, 11-е, 12-е, ну 2 дня хотя бы максимум, да, они говорят, ну мы считаем вот включительно. Хорошо, я беру калькулятор, я считаю, слушайте, вот между, вот закончилось ваше занятие 20-15 и 13-е, она в 3 часа обратилась, 42 часа 30 минут. 42 часа, где тут двое суток даже. Вы какую-то РЖДовскую математику у себя в железных дорогах изобрели, и я не понимаю, вы огромная организация, почему вы не идете нам навстречу? Вы закрываете вот это вот, сделали закрытое заседание, потому что они считают, что нанесется вред интересам несовершеннолетних. Я представляю несовершеннолетнего. Мы хотим, чтобы это было освещено, чтобы люди видели цинизм поведения. Нашу съемочную группу тоже по этой причине не пустили, то есть прикрываясь якобы безопасностью ребенка, хотя казалось бы, что присутствие камеры, наоборот, ее обеспечит. Да, именно, то есть гласность обеспечивает эту безопасность, а кулуарность всегда ее не может обеспечить. И я думаю, в той части им неловко было бы на публику говорить все, что они говорили. Какое решение вынесут? Ну, мы выиграли, конечно, да, то есть при всем, при том, что разное может быть отношение к нашей судебной системе, я считаю, что в большинстве своем мы все правильно делаем. Единственное, что сумма у нас 200 тысяч плюс расходы, там 250, там где-то вот так вот, да, вот мы в свое время у РЖД просили 100 тысяч, чтобы они нам это... И я их честно предупреждал, что сумма вырастет в два раза. Более того, мы не предъявляли еще судебные расходы, мы будем их предъявлять. И сейчас, раз уж мы вышли на тропу войны, а суд нам посоветовал, скажем так, да, говорит, ну вот вы сейчас можете предъявить только те расходы, которые понесли. Но никто не мешает вам через полгода, поскольку это длительное, еще раз предъявить эти расходы и туда же предъявить судебные. А это вот человек вот с такой травмой, я не знаю, ну мы до 18 лет раз в полгода будем ходить в суд на РЖД, и мой гонорар раз в полгода будет за РЖД платить, не знаю, видимо так. То есть и люди хотят разговаривать на Р, мы будем разговаривать на Р. РЖД опираться. Как раз вот промежуток между 11 и 13, то есть между, когда произошла травма и когда они обратились. Потому что все такие, ну ладно, ну ничего, да, ну потерпи там, да, вот никаких таких, сразу же травмпункт, сразу же к врачу, чтобы не было потом, а что вы через день обратились, а почему? Потому что степень нанесенного вреда может оценить только врач. Во-первых, ребенок должен об этом рассказать, да, я это понимаю, ну то есть что-то произошло. Ну, дети, они, как правило, сильно не скрывают такие вещи. Сразу за арку и к врачу. Да, ну если там можете ходить, сходите к врачу, сходите в травмпункт, определите с размером повреждений. И уже там вы можете принимать решение, стоит того, чтобы дальше что-то делать или не стоит. Но, как правило, в любом случае, вот первый шаг – это фиксация произошедшего, второй шаг – это вот мирные переговоры какие-то, да, то есть вот произошло какое-то происшествие, мой ребенок пострадал, ну что мы будем с этим делать? Какие-то вот вопросы там. Нужно ли запасаться какими-то свидетелями, контактами, не знаю, видеонаблюдение, брать копию с камер, ну условно? Как говорится, кашу, конечно, маслом не испортишь, но вы здесь можете в какой степени немного быть спокойны. Суд же тоже люди. Они прекрасно понимают, что мы не сыщики. Они прекрасно понимают, что может и не быть этих видеокамер, могут и не быть свидетели, не все согласятся. Тем не менее, сам по себе факт установить происшествие – это несложно, это не трудно. Тем более, если, так сказать, у вас хотя бы один-два свидетеля есть, или, как вариант, если что-то происходит, желательно чисто с точки зрения юридической составить акт, если такое возможно. Иногда невозможно, потому что ребенок тут, ему больно, что мы будем здесь, какой акт, эти не хотят подписывать, ну вот это вот все, да. Ну, берем ребенка и едем в травмпункт, там описываем. В принципе, этого достаточно. Два-три человека видели, все нормально. Как понять родителям, когда идти в суд и когда решать мирно? Очень просто. Сперва решаем мирно, если не удается, потом идем в суд. Мы всегда стараемся договориться. То есть вот с РЖД мы сидели в кабинете Вежеевич, три раза мы с ним встречались, да. Два раза они говорили, ну мы подумаем, на третий раз уже сказали, мы не будем. Ну а что нам после этого оставалось, только в суд идти? Ну вот этот выигранный случай, это прецедент или это нормальная практика? Я думаю, что многих пугает именно, что долго, сложно и не факт, что еще отсудим. Можно ли судиться, если вот... Само понятие прецедент немножко неправильно. Нет, это не является прецедентом, это обычная практика, так и происходит. Тем не менее, с той стороны всегда идет нагнетание ситуации. Ну из разряда вы не выиграете, вы только потеряете время и деньги. Как вот мне тут тоже пугали, никто не выигрывает против РЖД, не знаю, сколько с ними сужу, всегда выигрываю. Все процессы. Поэтому это все не оценочно, это не вы должны давать оценку. Ваш специалист, у вас есть юрист, он даст оценку, можете вы выиграть или нет. Бывают случаи, когда вы проигрываете, если у вас оснований нету, понимаете, да. Но если оснований есть, то вы обязательно должны победить. А если вы не побеждаете, ну есть другие инстанции для обжалования, в конце концов. То есть я хочу сказать, что кроме вас, ваши интересы отстаивать никто не будет. То есть старый простой метод. Вот если ты знакомишься, ну образно говоря, допустим, с девушкой хочешь познакомиться, а если ты с ней встретишься, может она тебя откажет, а может быть согласится. Но если ты не пойдешь к ней встречаться, однозначно у тебя ничего не получится. Вот и все. Всегда надо пробовать. Если с другой стороны зайти, как-то можно обезопасить себя, ребенка, с точки зрения вот именно юридической от подобных вот инцидентов? Отстраховать как-то? Ну это сложно, это вряд ли как-то, да. Почему? Потому что вот когда вы приходите в какой-то досуговый центр, в секцию, в какой-то образовательный центр, вам дают подписать какой-то договор. А иногда даже и не дают подписать этот договор. Насколько этот договор правильный, вы же не знаете. Насколько у них соблюдается вот это, вы не знаете, и вас не пустят в эту кухню, понимаете. Вам дадут просто чек, что оплачено, и все. В лучшем случае. Да, да. То есть поэтому иногда не дают чеков. То есть вот у нас случай. Договора нету с ребенком, с родителями, посещение дзюдо. Чеков нету никаких, ты понимаешь. То есть вот в принципе они, конечно, могли вообще сказать, а он и не ходил никогда. Мы вообще его не знаем. Да, а был ли мальчик, да. Но тут как, переводилось все, потому что сейчас же у нас все же вот телефонами, вот с телефона не телефон, ну это легко доказуемо как бы, да. И тут РЖД, к их, можно сказать, чести, она не стала отрицать, что их секция, их тренер, у них трудовые отношения и так далее. А в другом месте куда-нибудь вы пришли, вам дали, не дали чек. Вы потом приходите, а мы вас первый раз видим. Понимаете? Кто там, что там. Поэтому желательно, конечно, вот эти вот на стенах висят вот эти свидетельства. Кто там, что там, хотя бы сфотографировать. Чек вот этот, настоять, чтобы чек дали. Это уже основание какое-то, чтобы в дальнейшем что-то происходило. Я вообще рекомендую что? Рекомендую любые свои действия оформлять в письменном виде. Что это значит? Ну вот даже, мы говорим, мировой процесс мирных переговоров. Обычно люди думают, что это как? Я звоню, алло, здравствуйте, а вот у меня топ произошло, а вы мной и так далее. Или я встречаюсь, разговариваю. Ну это нет. То есть вот везде должна быть какая-то бумажка? Это мы пишем. Тогда-то, тогда-то произошло то-то, то-то. Пожалуйста, разберитесь и дайте мне письменный ответ тоже. Потому что мы приходим в суд, а в суде говорят, они к нам не обращались. Мы бы им выплатили, а они не обращались. А это вот бумажка какую-то силу имеет? Обязательно. То есть я написанная от руки, просто я прошу разобраться. Вы же на ней стоите либо входящие, да, либо, если бывает, что отказываются, ну то есть вот эти киосочки и так далее, а мы не будем ничего подписывать и так далее, и так далее. Опять-таки есть юридический адрес. По юридическому адресу отправляется заказным письмом. С уведомлением. Да, все. Дело в том, что у нас законодательство как? Вот физическое лицо, то есть мы с вами можем не получить письмо, и мы не считаемся, что мы уведомлены надлежащим образом. А вот юридическое лицо, если к нему письмо отправлено на адрес, считается. Даже если оно не забрало это письмо, даже если оно вернулось, это неважно. По закону у них обязанность. Поэтому мы считаем, что оно уведомлено. Все. То есть любое ваше действие, мирные переговоры, претензионный порядок, подача уже в суд, оно должно оставлять за собой документы. Это скучно, я знаю. Это не так весело, как в кино, но тем не менее. Это дает вам возможность потом опираться на них. Одно дело, когда вы приходите и, как всегда, рвете на себя рубаху, говорит, да мы с ними разговаривали, мы пытались. Суд говорит, хорошо, а где? И все. И другое дело, когда, да, вот раз, не ответили нам. Вот второй ответ, опять проигнорируют. Третий, даже не этот самый, нарушает федеральный закон об обращениях, игнорируют нашу. Уже совершенно по-другому. Потому что на суде все говорят, мы говорили, мы ходили, а документы это важнее. К сожалению. Немножко, наверное, такой философский вопрос, вытек у меня из этого ответа вашего. Люди вообще знают об этом? Люди умеют пользоваться? Либо у нас большой провал в части юридических знаний у населения? Каждый раз приходится объяснять, каждый раз, по новой. Потому что люди, это вот как завязывать шнурки, это обязательно. Юрист это делает на автомате. Пришел, бумажку сделал, пришел, бумажку сделал, да. Я вот ходил недавно в учреждение какое-то, они говорят, вот, типа, я говорю, хорошо, ладно, напишите мне письменный отказ. Они так удивились. Какой еще вам отказ, да? Мы же отказали вам. Я говорю, ну, в письменном виде, пожалуйста, вы мне отказали, оформите в письменном виде. Тогда, не-не-не, мы не даем вам отказ. А зачем вам? Я говорю, ну, как зачем? В суд на вас подать, а что делать-то? Не-не-не, сейчас все нормально будет. То есть государственное учреждение, оно так реагирует. Мы должны понимать, как дергать этого темного молоха, скажем так, за соски, чтобы оно реагировало надлежащим образом. Иначе мы остаемся в позиции кричащего в пустыне. Ты кричишь, но никому это не интересно. Правильно? Есть точки, на которые можно давить. И это, в первую очередь, письменное обращение. Любое письменное обращение потом можно раскатать до искового заявления, до жалобы или еще что-нибудь такое. Это скучно. Я сейчас еще раз повторяю. Это не то, чем должны заниматься, может, красивые девушки. Но это обязательно. Да, если что-то произошло. Потом это делает вашу позицию намного кричьей. Намного. Вернусь к маме. Довольна ли мама решением суда? И будет ли ребенок ходить на спорт? Вообще можно ли ему и хочет ли он, если может? Значит, я начну со второго вопроса. Почему я считаю, что сумма маленькая? Ну, там, подумаешь, легкий компрессионный перелом без двига, без ничего. Да, в принципе, у нас с учетом того, что за смерть не так много платят морального ущерба, кажется, ну, как-то, что-то многовато. Нет. Почему? Потому что, что такое утрата трудоспособности на треть? Это не на треть. Я поясняю. Он не сможет быть МЧСником, пожарным, полицейским, прокурором, летчиком. Ну, вот такие профессии. Хорошо, говорим, но есть же там, ну, грузчиком, водителем. Понимаешь? Хорошо. Есть творческие профессии. Там дизайнер, там вот это веб и так далее. А вдруг он хотел быть пожарным? Да, сидеть ему нельзя длительное время. Мало того, что вот он хотел быть пожарным, хотел быть военным, да? На те здрасте. Это вот вообще, я не знаю, насколько это ценить. Пять миллионов мало, вот на мой взгляд. Потому что вот как вот это в дальнейшем? Ну, вот сейчас суд нам сказал, хорошо, в дальнейшем будет вот это развиваться. Куда? Ну, еще раз подадите. И еще раз подадим, надо будет. И еще раз высудим. Вот. Сумма будет увеличиваться в дальнейшем. То есть речь идет о том, что сможет ли он поднять свою девушку на руки после ЗАГСа. Сможет ли он вести? Ты понимаешь, человек почему ходил на дзюдота? Он хотел быть мужиком. Он хотел быть сильным. И он не сможет теперь? Разве это не трагедия? То есть по спорту тоже ограничено? Конечно. Когда мы говорим, вот смотрите, вот мол, типа, да что это такое на одну треть? Да ни черта подобного. Это может быть для человека, это и вся жизнь уже порушена. Понимаешь? А, я сказал, при моем цинизме, при всем, когда у тебя даже умер близкий человек, это одно. А когда ты сам всю жизнь мучаешься, потому что то, что даже близкий человек умер, это забывается. А это, это твою жизнь калечит. И по сути своей, если, ну слава богу, тут сейчас с ребенком вроде все нормально, он нормально развивает, нормально нет, поэтому мы тут сильно не педалируем в этот момент, да? Подождем, может быть, и ладно, и слава богу. Но если может развиваться так, что это ограничение на всю жизнь, ты понимаешь? И вот мы с этой точки зрения должны смотреть. То есть моральный вред-то он где? В том, что я хотел быть кем-то, я не смогу быть кем-то. И не по моей вине я не смогу этим кем-то быть. Я хотел вести какой-то образ жизни, я не смогу его вести, у меня ограничение. Вот я, например, диабетик, я какие-то вещи не могу делать. Ну это, блин, ну это мое собственное, да? Никто со мной это не делал. А тут вот пожалуйста. Поэтому я считаю, что моральный вред, он здесь недооценен. И мы над этим моральным вредом, конечно, будем еще работать не раз. Потому что у нас вот единственный моральный вред, который принимают, когда близкий человек умер. Еще раз повторяю, близкий человек умер, это тяжело, это трагично, но это может через некоторое время забыться. А вот ты без ноги бегаешь, это никогда уже не забудется. Ну хотя бы на этом этапе мама как-то удовлетворена результатом, что она смогла этому гиганту РЖД противостоять и достойно откуда-то. Мама очень довольна, она говорит, мне даже дело не в сумме, потому что у нее вокруг вот это все депрессивное кольцо замыкается, когда все говорят, что это бесполезно, что куда ты идешь, там РЖД прямо в лицо нам хохочет на процессе, говорит, что вы хотите. Да, они меня учили, как правильно их же составлять, они говорят, вы не по той статье обратились, вы не то. Я говорю, спасибо большое. Вот как хорошо, что есть на той стороне люди, которые говорят, как обратиться. Я говорю, обязательно прислушившись к вашему совету, обращусь еще раз по этой статье. Вот, а что делать? Помогает, пускай помогает, да? Вот, они же всю жизнь хотели нам помочь. Они вот нам и заседание закрыли в нашу пользу для нас, и советы нам давали. И, конечно, мой клиент очень нервничала мама, вот, и очень обрадовалась, когда это все закончилось. Она очень довольная, конечно. Тут, да, принципиальный момент, что точка поставлена, мы еще не закончили с этим делом. У нас есть родители мальчика, на которых мы тоже подадим. Да, у нас есть вот эти действия тренера и Алзоева, которые тоже будут раскручиваться. И, конечно, мы будем подавать на РЖД раз полгода. РЖД все это будет оплачивать. А ведь проще было договориться. То есть я не понимаю позиции российских железных дорог. Я не понимаю, почему вот у нас глава республики сказал, разберитесь РЖДшникам. Сам оттуда вышел с этой структуры. Они его не слушаются. Где уважение к региону? Где уважение к главе региона? Наплевательское отношение вот так вот к детям. Ну, теперь они будут за это расплачиваться. Ну, теперь, да, как говорится, не хотят головой, будем ногами доходить. Здорово, что мама борется, не опускает руки. И здорово, что есть компетентные толковые юристы, которые могут нашим родителям в этом помочь. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, что ваши советы были полезны многим нашим телезрителям, родителям. И, наверное, еще встретимся не раз и поговорим об очередных победах. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. «Актуальная тема» Продолжение следует...